Вы слушаете канал JASH.CLUB. Научный журнал «Открытие». Ядерный микрореактор от Rolls-Royce. После того, как в начале этой недели Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, в партнерстве с Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, DARPA, разработала ядерный ракетный двигатель, британская аэрокосмическая фирма Rolls-Royce также вступила в бой. Rolls-Royce – одна из ведущих мировых компаний в области аэронавтики и двигателей, продукция которой используется как в военных, так и в гражданских самолетах, а также в подводных лодках и других машинах. Эта известная компания также развивает и космический сегмент, и позавчера 28 января в социальных сетях она поделилась довольно соблазнительным тизером, на котором был показан микроядерный реактор. На сегодняшний день ядерные двигатели, особенно для гражданского и мирного использования, нацелены на применение низкообогащенного урана с высокой пробой, HALU, и похоже, что двигатель Rolls-Royce также будет использовать это топливо. Соблазнительное представление реактора от компании Rolls-Royce с центральным сообщением заявления NASA и DARPA было то, что агентства предпочитают использовать безопасное топливо для ядерных ракетных двигателей. Эти двигатели уже существуют и используются на авианосцах и подводных лодках, преимущественно в вооруженных силах США. Однако топливо, используемое этими двигателями, очень радиоактивно и может также применяться для изготовления оружия. Естественно, это усложняет использование аэрокосмической техники, поскольку ставки выше, а миссии часто далеки от потенциальной помощи в случае возникновения проблемы. Rolls-Royce – одна из компаний, которая также стремится строить ядерные реакторы. Компания работает над малым модульным реактором, ММР, с 2015 года и планирует запустить его к 2029 году. Этот реактор является частью стратегии энергетической безопасности Соединенного Королевства, которая направлена на переход к низкоуглеродным источникам энергии к 2030 году. Решающую роль сыграло то, что Великобритания была одной из наиболее пострадавших стран из-за болезненной инфляции, вызванной энергетическим дисбалансом Европы. Планируется, что каждый ММР будет генерировать не менее 470 МВт электроэнергии и первоначально стоит 3 миллиарда долларов. Впечатляет то, что Rolls-Royce SMR также является самым мощным SMR, который в настоящее время запущен или находится на стадии лицензирования. По продолжению читайте на сайте жаж.клаб.